друзья всем привет приветствую вас на торговой сессии понедельника мы после выходных снова в строю снова следим за ключевым новостным фоном событиями стараемся адаптировать этот фундаментальный фон под те торговые идеи которые держим уже довольно таки давно начнем с хороших новостей потому что хорошие новости они всегда сопряжены с верным направлением прогнозу движения рынка по нефть сейчас именно это и происходит мы констатируем сейчас котировки по бренду 2771 все ближе к уровню 25 долларов за баррель где будем друзья снова fix по take profit потому что это наш целевой ориентир мы его как-то уже как вы помните достигали после рынка откатилась сейчас мы снова верим в это значение почему рынок будет снижаться рынок нефти да потому что те проблемы которые раньше обеспечили этот сектор мощным нисходящим импульсом эти проблемы никуда не делись это роста предложения и падение спроса то есть был позитив связаны с соглашением стран опек плюс плюс по сокращению добычи на 9 7 миллиона но этого недостаточно как мы уже пришли к выводу для того чтобы решить проблему резкого падения спроса у даже в этом месяце спрос на нефть по оценке международного энергетического агентства снизился на 29 миллиона по оценке опек на 20 21 миллион баррель в сутки то есть опять же я делаю друзья акцент на то что эти цифры они совершенно никак не сопоставимы то есть очевидно что рыночный скепсис понятен сейчас на фоне недостаточной эффективности действий стран опек по стабилизации всего рынка черного золота а если опек страны опек плюс не смогли повлиять на текущее расхождение в балансе спроса и приложения но тогда уж никто не сможет пока они не спохватиться и не осознают необходимость более тотальных решений в чем я очень сомневаюсь поскольку там уже речь идет и о политических опять же мотивах и целях рынок нефти будет валиться и это будет друзья продолжаться ровно до тех пор пока он каким-то чудесным или чудесным тире органическим образом сам не восстановится но это произойдет не раньше конца 2020 года когда мы точно закроем должны по идее закрыть окончательно тему с коронавирусом и поверить в выздоровление мировой экономики пока что я предлагаю ставить на падение спроса на рост предложения ближний восток и россия остаются в состоянии ценовой войны след за саудовской аравии которая предоставила беспрецедентные скидки партнерам из-за европы азии пошли катарцы в принципе такие же самые действия и на ходы китайская экономика как вы помните просела первом квартале на 6 8 процента это самое большое снижение и по моему даже первое снижение с 1992 года года то есть фактически за 28 лет а не забывайте друзья то что китай основной импортер покупатель нефтянки и при такой конъюнтуре мы конечно же ожидаем того что китайская статистика впоследствии если не улучшится станет доказательством того что спрос на нефть и сторон китая останется очень сильно подавленным ждем нефти на уровне 25 рубль с этим ожидаем в районе 77 78 поближе к 80 я думаю что это движение пары доллар рубль в перспективе ближайших вот недель индекс американского доллара здесь я держу длинные позиции и главный аргумент сводится к тому что мы сейчас как мировая экономика в кризисе друзья этот кризис провоцирован кризисом общественного здравоохранения но не нужно верить в байки о том что как только сейчас границы откроются как только карантин будет снят мировая экономика ну просто стрельнет на какие-то космические небывалые уровни и буквально за несколько недель восстановится но будьте реалистами но честное слово кризис общественного здравоохранения он уступит место кризису экономическому и финансовому потому что мировая экономика Экономика столкнется с последствиями вот этих колоссальных денежных инъекций, ликвидности и того спада, который уже произошел. На восстановление экономики понадобится не меньше нескольких кварталов, друзья. То есть до конца 2020 года мы будем говорить с вами о серьезных экономических проблемах и подсчитывать вместе со всеми ущерб. Поэтому я в связи с таким новостным фоном не могу позволить себе отказаться от покупок, на мой взгляд, единственного перспективного защитного инструмента, который на рынке был, есть и остается. Это доллар. И лучше всего эти покупки использовать через индекс американской валюты, то есть ставить на его укрепление вдоль всего широкого рынка. Золото 1681 откатили, но это, друзья, только лишь коррекция. Мы снова вернемся к уровню 1700 и выше. Цель 1750 остается. Биткоин растет 7200, можно сказать, сейчас. Цель на уровне 8200. При такой динамике я допускаю, что можем добраться до этого значения уже в перспективе ближайших двух недель, еще до халвинга. Евро против доллара 1.0869. Здесь короткая позиция в приоритете. Я предлагал вам ранее цель держать пару евро-доллар до уровня 1.07. Сейчас предлагаю отсылку еще на прогноз JP Morgan. Они предлагают своим клиентам держать короткую позицию до уровня 1.06. И прогноз был пересмотрен с уровня 1.08, вот как раз до этого значения. И вы знаете, на что делает акцент JP Morgan? На то, о чем мы с вами говорили ранее. То, что наличие очевидных разногласий политических приведет к разжиганию антиевро и антиевропейских популистских настроений. И говоря простым языком, то, что происходит сейчас, это ковровая дорожка впоследствии к повторению прецедентов выхода какого-нибудь региона из состава Содружества Валютного Блока, из состава Европейского Союза. Поэтому я все-таки про такого рода прецеденты советую вам сейчас не забывать, а точнее о возможности их повторения. Допускайте это, друзья. Мы, возможно, к этому реально вернемся. Евро сейчас покупать очень опромиссиво. Нужно держать короткие позиции и понимать то, что европейская экономика столкнется, да и уже сталкивается с катастрофическими экономическими последствиями. Фунт против доллара 1,2479. Сейчас, кстати говоря, по евро предлагаю сделку селлимит с уровня 1,0910. А по фунту против доллара тоже отложка селлимит с уровня 1,2510. По Англии, друзья, спад во втором квартале 35%. Потерей суточной английской экономики я уже говорил. О политических тоже моментах, связанных с тем, что Джонсон никак не может вернуться к полному, стопроцентному исполнению своих премьерских обязанностей, поскольку отходит еще от коронавируса. То, что процесс, скажем, обсуждения сделки о Брекзите уже затянулся, это очевидный факт. И я думаю, что из-за коронавируса к этой теме вообще смогут более-менее плотно вернуться только к концу 2020 года. При этом сроки, я уверен, переносить никто не будет. То есть очень вот так вот неожиданно для многих, но к концу 2020 года может подкратиться снова риск жесткого выхода Англии из состава Европейского Союза. Советую об этом не забывать. Пока что в приоритете держу короткие позиции по фунту и рекомендую вам делать то же самое. Еще один актив, на который стоит обратить внимание, это канадский доллар, друзья, 1,4062. Сейчас котировки впереди у нас два важных отчета. Это во вторник, завтра ручные продажи, а в среду индекс потребительских цен. Статистика может еще раз дополнительно усилить давление на канадца, что станет логическим продолжением после того, как на минувшей неделе канадский регулятор пересмотрел прогнозы экономического роста и, в принципе, подготовил нас к тому, что цифры, макроэкономические отчеты будут все хуже и хуже. Именно поэтому Банк Канады готов к доп. мерам экономического стимулирования и уже сообщил о том, что рассматривает возможность начала активной покупки облигаций и провинций. В общем, друзья, в случае выхода ручных продаж, слабых, я в этом не сомневаюсь, посмотрите на прогнозы, в случае наличия давления на индекс потребительских цен, очевидно, будет то, что Банк Канады будет обязан перейти к более агрессивному стимулированию. Давление на канадца также будет оказывать еще и обвал рынка нефти, тем более, что Brent сейчас активно снижается. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok